Последнее слово Давидыча. Почему сам Давидыч не верит в собственный оправдательный приговор? Подробности в этом видео. Друзья, на последнем заседании суда, которое состоялось 5 октября, Давидычу предоставили возможность сказать последнее слово перед тем, как суд удалится для принятия решения по делу Эрика. Давидыч сказал очень сильные вещи. Цитирую. Друг Николай Бернатов летел на вертолете на одно мероприятие. Если бы меня не арестовали 20 числа, я бы был в этом вертолете на все 100%. Это мой учитель по обучению в летной школе. Именно благодаря этому человеку я занял первое место в 2015 году по полетам на вертолете. Этот человек погиб, разбился на вертолете. Если бы меня не арестовали, я бы точно был бы с ним в этом вертолете. Спасибо всем, кто причастен к тому, что именно в эту дату меня задержали. Как бы грустно и печально это не звучало, я говорю спасибо тем людям, которые возбудили уголовное дело, так как эти люди сами того не ведая, возможно спасли меня. Конечно, может это просто стечение обстоятельств, но я сейчас живой и дышу. Да, мне больно, плохо, тяжело очень. Я не сплю по 2-3 дня. Иной раз приходил ночью в камеру, когда меня доставляли после суда. Там спит куча мужиков и я не могу включить свет. Я не могу даже покушать. Я спал пару часов и снова ехал в суд. Это как раз та ситуация, когда нужно держать удар. Я говорю спасибо тем, кто приходил в зал суда. Тем, кто поддерживал меня, видел, что происходило со мной. Меня пытали, мучили, угрожали. Зарежем, убьем. Не сломали. Больше двух лет меня держат и не дай бог вам кому-нибудь попасть в такую ситуацию. Тюрьма это просто незабываемое приключение. Но я буду держаться. Я готов принять любой удар. Абсолютно любой. Какое бы решение суда не было. Буду продолжать доказывать свою правоту. Я знаю, что я могу попросить в суд. И мне это советовали мои защитники. Что ты должен сказать. Прошу суд меня оправдать. Да, я прошу суд меня оправдать. Но когда я это говорю, я в это не верю. Так как вижу статистику, что 99,9% всех приговоров всегда обвинительные. Конец цитаты. К Давидычу можно относиться по-разному. Но человек не должен сидеть в тюрьме за преступления, которых он не совершал. Делитесь своим мнением в комментариях, что думаете по этому поводу. Напоминаю, что финальный суд, на котором будет оглашен приговор для Давидыча, состоится 19 октября в 11 часов утра по адресу. Город Москва, улица Студенческая, дом 36. Мы все верим, что Эрика отпустят. Ведь Надежда умирает последней. Человек невиновен и он не должен находиться в тюрьме. Ну а мы и дальше будем следить за событиями, которые происходят в деле Давидыча. И надеяться, что суд будет объективен и беспристрастен по отношению к Давидычу. И вынесет оправдательный приговор, которого действительно заслуживает Эрик. И освободит его в зале суда. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ваша честь, я в школе не очень учился. По математике у меня в тюрьме не было. Пригонил и была государственная оценка тройка. Но мне этих мозгов хватило сесть. И вообще прочитать все еще раз досконально обвинение и изучить вообще суть обвинения. Что я за то получил? Интересно. Гениально. Я подумал. Вот если бы я, например, был судьей, я бы рассматривал такое уголовное дело. Нужно же найти в воздухе, ну зачем совершить преступление. И я начал думать так, что теоретически я не буду верить тому, кто арестован. То есть тому, кого арестовали, тот, кто нахуй стоит. Вообще ничего. Ни в одном слове. Начнем. И исходя из этого, я дальше пошел по логике. Лексус. Эпизод с лексусом. Значит, для того, чтобы совершить преступление с лексусом. Я сейчас буду оперировать цифрами. Эти цифры написаны в уголовном деле и в обвинительном заключении. То есть я эти цифры черпаю. Значит, теории. И Туашвили хочет совершить преступление. И он хочет совершить это сначала с лексусом. Значит, что нужно для того, чтобы совершить преступление с лексусом? Первое. Покупка этого автомобиля. То есть произошла покупка этого автомобиля. Автомобиль стоял 2 миллиона рублей. Вот мы купили. Вот он у нас есть. Это тот автомобиль, с которым я, Туашвили, хочет совершить преступление. Дальше. Исходя из показаний, Иродовский, который помогал Петрошвиле в инсормировке этого преступления, взял за свои услуги 2 тысячи долларов. О чем он говорил и показал. Значит, Ваша честь, исходя из того времени, когда это происходило, курс доллара был от 23 до 28 рублей за доллар. Я взял среднюю цифру 25. Значит, я, соответственно, 2 тысячи долларов умножил на 25 у меня получилось 50 тысяч рублей. Уважаемый суд прошел зафиксировать следующее. То есть получается лекцию с 2 миллиона, 50 тысяч рублей Иродовский. Дальше показания со слов Иродовского. Иродовский заплатил по Людскому, который якобы перегонял машину, еще 700 долларов за то, чтобы тот из Москвы перегнал машину в другой регион. Он за эту услугу якобы заплатил 700 долларов. Это тоже есть показания. Это, получается, еще 20 тысяч рублей. А Иродовский свои деньги заплатил или заплатил из... Ну, он не уточняет. Он говорит, что... Ваша честь, он не уточняет. Он говорит, что он заплатил эти деньги, передал их политикам. Так вы складываете или вы читаете из Иродовского? Я сначала думаю, что если мы совершаем это преступление, значит, это затратная часть. Грубо говоря, чтобы совершить преступление, нужно купить машину и всем все раздать. И потом посмотрим, что у нас получается. То есть я вот по этому пути пошел. Получается... Получился 100 долларов. Это еще 20 тысяч рублей. Ну, примерно. Дальше. Дальше. Исходя из показаний, он ехал из Москвы в Ингушителю, в Ингушителю, а это почти у нас 2 тысячи километров. 1800, 1900, почти 2 тысячи. Значит, он по дороге в Ингушителю останавливался, у него была гостиница, и он потом добирался обратно. Ну, все, конечно, по-разному ездят. Может, и за 100 тысяч долларов съездят. Я в среднем посчитал, ну, полторы тысячи долларов. Ну, тысячи, полторы тысячи долларов. Я вот так и написал. Значит. Далее. Марочкин. Марочкин говорит с показаниями, что он получил за... По вашему мнению, сколько за тысячу, полторы? Ну, 25, ну, 30 тысяч рублей. Вот есть в середину, 30 тысяч рублей. Значит. И то это, в принципе, но можно по датам поднять, будет вообще четко понятно. Далее. Марочкин. Марочкин в своих показаниях говорит, что якобы ему дали 30 тысяч рублей за то, чтобы он выполнил с ледкой штук. Он рублян говорит. Ну, далее у нас получается страховка. Для того, чтобы нам совершить преступление, нам нужно застраховать этот автомобиль. А страховка 10 процентов. По документу у нас это все есть порядка 200 тысяч рублей. Там плюс или минус там. Я чертую сумму не назову. Значит. Дальше у нас идет Торков, который был генеральным директором, который на протяжении 6 месяцев получал зарплату 15 тысяч рублей. Он это показание сдал. Да? Юрист, который получал зарплату, бегал, оформлял документы. Юрист получал 30 тысяч рублей. Он получал зарплату и выполнял свою служебную функцию. А в данном случае давайте думать, что это преступное. Да? То есть пусть Чайк не знал в теории, но он же зарплат получал в свою работу. Лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова